Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в одно туристическое место в городе Хэндиэн, где мы живем. И это парк, и находится он в очень необычном месте. Это вон там! И сейчас мы туда отправляемся. Погнали! Чтобы попасть в этот парк, есть два способа. Один, канатная дорога, вагончики, но есть и тропинка, по которой можно в гору подниматься самому. Отгадайте, какой вариант мы выбрали? Конечно же, второй. Погнали! Хочется испытать себя при подъеме в гору и насладиться природой изнутри. На пути мы видели много гусениц, ящериц, бабочек, кузнечиков. Вот мы идем, уже 500 метров прошли в горку, и поняли, что погодка-то не для нас, не для похода в гору. Ну, 30 градусов, ощущается, как 34. Очень жарко. И вообще, давненько мы в гору не поднимались, поэтому как-то тяжеловато. Вот какие ромашки встречаются нам на пути, милые. На пути встречаются вот такие красивые пещетки, в которых можно отдохнуть, посидеть. Но мы не будем, да, останавливаться? Пойдем дальше. А вот здесь, когда мы ходили прошлые разы, вот здесь был ручеек, но, видимо, из-за такой жары он высох, и остался вот маленький ручеечек, совсем крошечный. Спасаемся ручным вентилятором. Уже открываются небольшие виды на город. Пришли мы оттуда, идем сюда. Подъем все круче. Вон уже и парк виднеется. Большая часть пути пройдена. Привал. Очень жарко. Ну вот мы, наконец-то, добрались до входа в парк. Сейчас у нас проверят код здоровья, и мы пойдем дальше. Играет приятная музыка. Ну вот мы добрались до территории парка, и продолжаем путь наверх к достопримечательностям и к вершине горы. И уже любуемся видами красивыми. А будет еще лучше. И впереди нас ждет вот такая лестница. И здесь уже вот такие скалы. Вау. На пути встречаются храмы настоящие. И здесь люди поклоняются вот бессмертным. Кстати, о досьизме есть у меня отдельный ролик. Можете посмотреть по подсказке вот этой. Похожие фигуры мы встречали в храмах китайских. Но это совсем другое ощущение, когда ты их видишь вот так вот на горе, в скале, в природе. И кажется, что они здесь стоят уже много-много веков. Но на самом деле это туристическое место, поэтому я думаю, они специально здесь построены для этого. Но ты об этом забываешь. Да, вот так идешь спокойненько среди храмов, среди построек. А потом вот так вниз глаза опускаешь, а тут высота. Отсюда видно почти весь город. И можно увидеть все многочисленные туристические парки. Они особенно выделяются. Виднеются китайские крыши. Особая архитектура характерная. Вот здесь нужно быть аккуратнее. Вот эта скала настоящая, а здесь подкладка мягкая. Подростки тайцев сделал. Ладно, это я шучу. А также видно много водоемов, полей, ну и жилых домов. Высоких зданий здесь не так много, городок-то маленький. Я думаю, люди сюда приходят как вместо силы, черпают энергию, вдохновение, идеи. Ну и поклоняются богам и бессмертным. Просят лучшей жизни, исполнения желаний и тому подобное. А мы наслаждаемся природой, видами и вкусным воздухом. В горах он совсем не такой. Мы шли вот по этому мостику. Вы только посмотрите, какая высота. Вот там канатная дорога, вон как низко. А мы уже вот на какой высоте. И еще наверх пойдем. Все выше и выше. Поднимаемся еще дальше, еще наверх. Вот мы и на самой высокой точке этой горы. Здесь находится пагода. Она небольшая, но ее видно даже снизу. С этой точки, кстати, видно и наш город, и другой город. И когда мы ездим из нашего города в другой город, мы проезжаем по туннелю в этой горе, который проходит вот прямо сейчас под нами. А вид отсюда открывается еще шире. Большое спасибо всем за просмотр. Я от этого места зарядилась вдохновением, энергией, какими-то идеями. Классно провела время. Я думаю, что после просмотра этого ролика вы тоже можете заняться чем-нибудь классным, простым, но что обычно не хватает времени. Всем до новых встреч! Увидимся через неделю. Пока!